Итак, всем привет, с вами Топ Гай, мы продолжаем играть в Age of Hyperalism, да, внезапно, это Австрия, да, ребят, Австрия с Гитлером, мир достаточно смешной и любопытный, ну, а вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали. Так, новая внешняя политика Германии, так, звучит очень неприятно, да, они там, ребят, вот этих всех аннексируют, присоединяют, и вот это все некрасивое, а мы-то, конечно же, делать никогда не будем, поэтому продолжаем присоединять добровольно наших субъектов, верно, и Румыния, присоединяется к Рейхспакту, черт, да, нас действительно окружают, Венесуэла туда же, но ничего, мы доделаем армию, у нас будет, по крайней мере, пехота на то, чтобы держать успешную круговую оборону, а из круговой обороны, как известно, можно наступать в любом направлении, и вот у нас Хорпаты и Словенцы, с ними мы разобрались, уберем наш дебаф, аннексируем, Германия требует выплаты долга, но сейчас пойдет между Германией и Францией, но у нас сейчас будет Дунайская Федерация, нам Германия и Франция эти не сильно интересны, ой, смотрите-ка, тут оказывается Россия вступила в союз с Францией, то есть мы как будто, так сказать, вне этого конфликта, мне это, наверное, устраивает, хотя я бы, наверное, сам нанес удар по Германии, посмотрим сейчас, И вот оно, создание Дунайской Федерации, получаем мы себе приятный баф на мэн пауэр, стабильность и немножко экономики, наконец-то, надеюсь, начнем палитку откачивать, и да, мы вот это все получили, полностью, я думаю, распускаем, чтобы новые дивизии уже обучать по нашим стандартам, Жидающий удар Германии по Японии, на Тихом океане тоже там что-то начинается, мы чисто, ребята, сидим, и this is fine, так сказать, картиночка, вокруг все воюют, а мы тут объединили империю, у нас тут все хорошо И давайте-ка пойдем, я думаю, в уроки прошлого, садимся за Британией и возьмем британскую инженерию, минус 15 стоимость бронетранспортеров звучит очень приятно, ну и пехотка, и грузовики тоже бафнуть звучит их неплохо Сколосы на востоке Европы, да, Россия с Германией, но они уже давно эскалировались, мне кажется, и давно уже тут происходит битва, ничего для нас нового И, наверное, я выбираю именно на Германию аксессировать все свое внимание, думаю, нет смысла мне на востоке смотреть, я не думаю, что Россия нападет сама во время войны с Германией Так что можем как-то вот так наши, так сказать, приоритеты расставить Я думаю, танки мы сделаем какие-то вот такие, потому что у нас потом будет баф на 30% организации танков И я думаю, это будет сильно Сюда сейчас еще гадеметный добавим, у нас есть такое же название Такого названия, пожалуй, нету Можем уже их заказывать Давайте штучек 6, и нам понадобится очень много танков к ним, конечно же Мехада, наверное, кстати, не так много, можно вот так сделать, у нас еще и скидка будет большая Я думаю, пойдет, о, 300 политки, вот это и даст нам, кстати говоря, ячейки исследований все нужные И да, время стимулировать военную промышленность, это точно Ура, ячейки раз И ячейка сейчас будет, ну, скоро два Прелесть А вот и шестой слот исследований А теперь стало играться намного приятно И у нас есть вариант, кстати говоря, пойти во флот немножко И получить себе еще пять верфей И производительность верфей очень жестко поднять Но, честно говоря, я не думаю, что нам это надо У нас все битвы будут на земле Говорится, невероятно, я не иду во флот, но да Это та игра, где мне он точно не нужен А вот докачать армию, пожалуй, мне точно стоит Но перед этим давайте все-таки наше место под солнцем И Допустим, что мы можем тут сделать И можно, если говоря, начать с Швейцарии Я так, пожалуй, и сделаю Ну, я есть туда гарант стрелки, если что Какие-то Сейчас посмотрим Может они вообще, кстати, согласятся Это будет, наверное, идеальным вариантом для нас Если нет, придется немножко помочь им Согласиться Так, мы отправили ультиматум и Они соглашаются Слушайте, это действительно Идеальный для нас расклад Мы теперь можем сделать вот так Ультиматум уровня Давайте Нет смысла, давайте сразу ультиматум Германия Другая германская война Поехали Липа переставляла Попереставляла всех советников Нам максимально из производства Где возможно И да, она немножко, скажем так Возросла Сейчас мы подогоним ее И, блин Наше производство сейчас просто улетит в космос Итак, баварское рабство Преследует абсурд Мы отправили предложение крысы в Баваре Стать Федерации Но Ответа не последовало Ну, конечно, он заложник Надо его обязательно спасать Сразу идем, я думаю, уже вот сюда Здесь у нас все фокусы уже нужные, готовые Начнем докачивать нашу армию и авиацию Прилетить не, наверное, армию Но Быстрее мы получим баф на авиацию Единственное, я, конечно, хотел бы дотренировать Всех своих ребят Вот этих вот И танки Так что сейчас мы их закончим А потом Объявим войну Ну, я думаю, мы достаточно уже готовы Мы очень жестко доделали промышленность Здесь немцы Уже наступают в Россию Зато французы в Италию И, кстати, здесь граница такая непонятная Почти, что французы все-таки там тоже побеждают И сейчас происходит Фактор Икс, так сказать Вносит коррективу в Вход войны Австрия Готова вступить в войну Поехали И сразу же у нас тут Зелененькое Много где Где-то все еще есть, конечно, проблемы Но У нас слишком большое численное преимущество Кстати говоря, Италия сразу не вступает в войну Но я думаю, это лишь вопрос времени Да, Вельгия, Дерланды Кстати Все еще нету Дании О, нет, Италия Ждем, ждем Пока что Я думаю, в один момент они Табир не уступят Ну и мы Очень, конечно, пробиваемся И это еще наши танки не начали действовать А теперь с танками Да, ситуация вообще кардинально меняется Сейчас мы, я думаю, разрежем Германию пополам И заставим ее снабжаться по морю А там уже Британия, я надеюсь По крайней мере Как-то что-то с этим сделает Вот давайте тогда вот так сделаем Раз под ней Делаем сами КБ Раз они не хотят Вступать в войну Мы составим их вступить в войну Объявив сами В войну И вот здесь вот у меня также армия стоит На всякий случай в обороне Хотя могла бы идти в атаку Но я жду пока здесь граница как-то станет Чуть поадекватней Австрийцы захватывают Берлин Вот это вам настоящий Блицкринж По-австрийски Вот, так сказать, художник Он нарисовал Он увидел план, но его нарисовал И исполнил И вот, а пока здесь ничего не происходит Давайте Нашу одну, по крайней мере, армию Гранд-стрелковую отправим сюда В поддержку Пускай они подпушат Рассказываем просто по плану Германии Я думаю, здесь уже тоже можно начинать с наступления Здесь небольшой котел Получается И я не очень понимаю, где войска В Германии, точнее, да По ощущениям они где-то Ну, во-первых, в котле А во-вторых, наверное, вот здесь и вот здесь Как-то дивизий маловато Маловато 188 Видимо, она Разбрасывала их по своим колониям И по всем разным непонятным фронтам Ну, Германия Скоро падет Это лишь вопрос времени Я думаю, поставим мы Третью агрессивность Поехали А, Ярославия Мы ничего не можем с этим поделать Реально, увы Потому что мы в Офенсии, кстати говоря, может и не проиграем И давайте попробуем Надо было самим нам нажимать эту кнопку Я думал, блин, ладно, не нажимаю Но в итоге надо было нажимать Получилось, как получилось Слушайте, ну, у нас есть шансы Если сейчас дивидии нормально зайдут У нас неплохая атака, но Ну, так На тоненького, я бы сказал Очень нет Нет Вряд ли это можно победить Как я и говорил Укрепленность местности им дает бафы А нам дебафы Очень неприятный такой конфликт Но Труслевая германская Блин, это западно Гитлер обвил, что труслевая германская империя Не могла противостоять Нашему присутствию Да Тем не менее, это правда Германия пала Мы уверенным ударом Своим австрийским сапогом ее задушили И можем теперь мы интегрировать всех немцев В один рейх, как говорится Только теперь австрийский Получился у нас немножко странненький мир Но в целом Основные какие у нас вещи Вот здесь вот остался перешейк Между Югославией и Россией В принципе, мы И вот, я думаю, сможем быстренько разбить Франция смогла забрать себе Данию И Нидерланды Мы же смогли себе забрать Неплохую часть Африки Очевидно, всю Германию Бельгию И Люксембург И самое главное Ильзас Получается, французы не получили Остается, кстати говоря, еще добить Италию Италия это все еще Как странно здесь живая Давайте разберемся по-быстрому с ней А теперь все время мы отправим унижение Югославии Пускай они теперь байтятся На то, чтобы с нами что-то сделать И начинаем включать Германию В наш состав И соперник унижен Прелесть Именно так и было запланировано Давайте теперь нечто такое же Попробуем сделать с французами Потом и с Россией У меня здесь танки для этого готовятся Танки, я думаю, без проблем У них любые дивизии даже в атаке разнесут Мы тем временем исследуем логистику оккупной войны У нас с содержанием вообще все супер Теперь как будто Потом еще будет планирование И получается у нас идея В чем была, видимо, Австрия В том, что будем идти через третью доктрину Ну, очевидно, я, как всегда, иду через вторую И здесь дойдем вот до сюда Бронтехника плюс прорыв Плюс 30 организаций Восстановление Атака Оборона И, самое главное, скорость Прелесть Теперь то же самое с Россией Посмотрите-ка, они решили сделать пограничный конфликт Ну, как ожидалось Уж в обороне наши войска точно непобедимы Австрицы забрали Рим Чуть остается Никаких союзников они не призывают Только упрощают для нас Всю вообще задачу Мы добиваем уже Сицилию Я думаю, Сицилия-то точно должна уже пасть На Китали А то она как-то долго очень жила Валермо Да, слава богу Слава богу И, кстати, мы не так много можем забрать себе Кто-то я бы, наверное, Югославию отдал Чтобы ее было удобнее есть Я не хочу туда войска еще какие-то везти Кто-то забирает кто? Королевство Россия Так понимаю, окей Россия меня устроит Опять-таки, главное, чтобы у них был там один альянс Остальные меня мало интересуют И, наверное, я бы хотел лишние горы не пробивать Поэтому забираемся от Пьемонт И, в принципе, я бы хотел, наверное, еще и Африку Потому что у нас в Африке тоже много территорий уже Кто-то у нас соединит с британцами Но, конечно, саму войну мы оставим именно британцам А еще я забрал немножко флота у Италии Не думаю, что там будет много Но сейчас посмотрим Я уже вижу, ну Он стал как минимум последнее Еще у нас есть, конечно, флот Британии Это не стоит забывать Но Свой тоже хотелось бы иметь Хоть и не слишком большой Нам нету нужды прям в большом флоте Смотрите-ка, французы Теперь нас сами пришли спровоцировать Это смешное место для места провокации, конечно Ко мне набирать силу, ничего не можем поделать Мы здесь даже можем победить, действительно Потому что они сюда, ну, не приведут дивизии вовремя Это забавно Я ждал, что будет здесь Ну и тогда были бы танки Мы бы смогли победить Тут, конечно, проблематичный для нас Определенно Но все еще наши дивизии уже достаточно хороши И мы все еще побеждаем Прелесть И, блин, они успели сделать ротацию И мы проиграли из этого Но это чушь, конечно Особенно то, что возле флота пехоты Они здесь вот танки у нас пошли в бой Ну, ладно, это все пыль Мы сейчас беремся скидку 10% на авиацию Здесь нам особо ничего интересного нет Мы, конечно, могли бы сделать себе еще и ВДВ Но это уже лишнее Это возьмем И поедем Французам, как говорится За эти унижения отплачивать Ну и параллельно Ярославам и России И с Россией то же самое Блин, ну, опять-таки Попробуем Но есть ощущение, что смысла нажимать Да Нету, кроме ситуации Когда у вас там танки стоят То есть Почти никогда Но единственное Получается за это опыт Что не так плохо Опыт армии всегда полезен Но Не сильно много Ну и смотрите-ка Британия И Япония Подождите, Япония тоже с нами блядится? Да, прелесть И война против Америки Ну, я думаю Они должны с ними справиться В любом случае Мы сейчас будем заниматься Так сказать Мигрантанты Малые, я бы сказал Франции и России Они по истории Часто в союзе находились На самом деле Это неудивительно А еще мы сделали себе Три армии пехоты Я думаю Лишними они у нас не будут И, наверное, да Их отправим Куда-то сюда Против В Франции, наверное Просто с войной Это правда Они согласились Царь Борис Готовится к коронации Что? Случилось невозможное Реально Это реально Подождите Это реально Югославия Затерпела Хотя уже в Альянсе Звучит Супер Смешно Я еще и не тот Приказ Кстати говоря А нет Снес-то этот приказ Не та армия Выделена Окей Ладно У нас уже Скоро будет Просто пять Армии горнострелков Что безумно круто И да Я теперь не знаю Ладно Буду просто делать Сам КБ У меня все Ультиматы Мы здесь Прошли Да Выглядит Очень забавно Ну а теперь Мы можем Больше горнострелков Пожалуй отправить Вот сюда Против французов И это Несомненно Хорошие для нас Новости А еще мы капнули Константинополь Потому что В принципе Можем А вот эту армию Давайте тогда Сюда отправим Пойдем на Кавказе Воевать Ими У нас есть на все Это возможности Давайте их реализовывать Ну и что я думаю Мы готовы К началу Новой войны На два фронта Гитлер готов К этому В этот раз Действительно Только мы Австрия Ну а с вами был Допгейм Обязательно подписывайтесь Если вы вдруг не подписаны Лайки, комментарии Твич, скрорт бустер Все как обычно И до скорых встреч Всем пока